Я так тебя любил, но взял и опустил. Сейчас вылетишь отсюда. А-а-а, я у тебя в гостях. Точно, я забыла. Все равно вылетишь. Осьминога. Осьминога. Я тоже. Ну, не живого, правда. Да нет, еще живого не хватало. Не живого, правда, говорит. Ты видела, в ютубе блогеры снимают, живого едят. Ну, как можно? Мы же не живодеры. Мы спокойные, обычные хищники. Мирные. Это мой дом, мои правила. Здесь нет воды. Ешь. Всем привет, мои хорошие. С вами Айка, Эмир и... Аскватима. И сегодня мы в гостях по многочисленным запросам у... Меня. Мы снимаем для вас очередное видео про суши. Мы обещали вам сериал. Точнее, Айка обещала. Поэтому мы заказали суши сегодня. Очень часто вы спрашиваете, где вы заказывали суши. Разлилось. В общем, короче, вы часто спрашиваете, где мы покупаем суши. Дело в том, что наше видео не содержит рекламу никогда абсолютно. Поэтому мы не хотим, чтобы вы подумали, что мы рекламируем вам суши. На самом деле это не так. Поэтому мы не оставляем ссылку на страничку того ресторана, где мы заказываем. Но кому интересно, можем ответить. Комментарии. Вкусно. Айка была лохушкой в плане суши. Но сейчас она решила меня победить и положила перед собой 40 своих любимых роллов. Горячих. Там их 4 вида. Кстати, с сыром, с креветкой, с крабом. Ой, с чем еще? Дай мне влажную салфетку. Я вытеку. И с рыбой. И еще с рыбой. Эти суши в Филадельфия прям разваливаются. И вообще, знаете, понятие вкусно, это понятие разное. То есть, например, мы можем заказать суши и хвалить их, а потом вы можете заказать и вам не понравится. Поэтому. Да. Если честно, в прошлый раз они немножко подпортили. Там, где мы в прошлый раз заказывали, было хуже, чем в предыдущий раз. К тому же сейчас летом, возможно, у нас крепкий желудок. Для нас это не новая еда. Нас смотрят дети. Мы боимся, что кто-то закажет и отравится. Мы не хотим нести ответственность за то, что там могут быть какие-то не совсем свежие продукты. Понятно, что и зимой, и летом они все равно все это держат в холодильнике. Но я вижу, что люди в основном не едят такую еду летом. Поэтому есть вероятность, что продукты будут не такие свежие. У нас, значит, здесь 50 штук. И мы должны вдвоем эти 50 штук смести. Как вы думаете, у нас это получится или нет? Получится. Это теперь тоже целиком просто особое. Молодец. А не поменьше, чем в тот раз, мне кажется, некоторые. Я бы не сказал. Некоторые немного горят. Поговорит так. Хочешь поближе к себе? Да. Придется, крошка. Мы же партнеры. Ты моя соперница. Какие партнеры? Угу. Да, и в общем, короче, ребята. Если бы не мог банки наши, я бы летом не ела такую еду. Разве что горячие роллы. Какая разница? У меня, например, нет понятия. Еда зимой или еда летом. Для меня еда есть и еда. Да. Я могу даже хаш. Знаете, что такое хаш? Холодец. В горячем виде. Я могу его даже летом есть. Олоска. А где с креветками? Почему-то я здесь не вижу с креветками. Я сделаю так и буду спокойно, удобно сушить. Сейчас люди опять напишут, что ты жадная. Многих людей волнует, что часто все покупаю. Я на самом деле это не так. Даже если я покупаю, потом мы все это делим с ума. Или же в следующий раз Айка покупаешь. Мы по очереди все покупаем. Почему-то всех, кстати, интересует этот вопрос. И не только подписчиков. Меня даже на работе спрашивают, а кто все это покупает. Да. Для меня это совершенно не имеет значения. Да, вообще Аскватима, она в плане денег очень, как сказать, не мелочный человек. Давай, давай, хвали меня. Мне нравится. Я тоже такой же человек. Так сытно. Вкусно. Почему я держу это в руке, непонятно. Надо высыпать сюда. Имбирь у них суховатая. Обычно она бывает как будто в жидкости, а сейчас она прям такая. Сухая? Не то, что сухая, просто не как обычно. И соус какой-то очень вкусный. Да. Нереально. Соевый, вот этот черный. Горячий, ровный. Красивые. Реально, соевый соус хороший. Иногда он бывает чересчур соленым. Это плохо. Кстати, я тоже обожаю горячие роллы. 56 штук для нас семечки. Кстати, с каждым разом мне все больше и больше нравится суши. Скоро ты сможешь меня победить. То есть, когда я первый раз попробовала, я думала, блин, что это такое? Ну, Фатя меня уверяла, что с каждым разом тебе будет нравиться все больше и больше. Так что не останавливайся, ешь. Мы решили замусить сериал. Вот не обязательно же на скорость, на количество. Прямо на лицах есть, правильно? Да, 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 да. Да, конечно, конечно. Сколько смог, столько и съел. Да. Вот, и видео, я думаю, что нашим зрителям даже так интересно. Конечно, они и так знают, что я победитель суши Мурбанков. Ну, суши это по твоей части. Вы смотрели наш ролик, который набрал полмиллиона просмотров? Где мы съели 100 суши роллов? Точнее, я съела 50. 56. Там за кадром мои 5 штук еще съела. Да, где-то так. А эта лохушка съела штук 8. Не 8. Ну, ладно. Больше. А теперь я тренируюсь. Снимаю для вас новые ролики. Я натренирована жизнью. Понимаете? И еще она не пьет воду, вы замечаете? Вот ее секрет. Секрет победы Аскфатимы. Не только это, еще секрет мой крепкий желудок. Гюзди, Мэс. Да, ну реально. Гюзди. С сыром как-то скучно, лучше с креветкой. Это с сыром, да? Вот. А какие с креветкой? Это? Мне кажется, слева. Это? Да. Одни там с рыбой. А, вот. Одни с креветкой. Другие с твоими любимыми крабовыми палочками. У Айки на канале есть видео, где она сделает 120 крабовых палочек. Правильно? 120. Это было очень сложно. Так что, смотрите это видео. Оно у нее на канале. И после этого я решила, что лучше снимать видео, где ты с удовольствием ешь. А не давишь себя. Или как сказать. Заставляешь себя. Да. Горячий ролл это тема. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Раньше я думала, что какие горячие суши. Суши должны быть холодные. Но когда я первый раз попробовала, я влюбилась. Я наоборот, если честно, всегда думала, как можно кушать сырую рыбу. Это не сырая рыба. С овченая. Все равно до меня обычные суши роллы не доходят. Ты кушаешь селедку, например? Нет, я вообще к рыбе отношусь очень лояльно, или как сказать, равнодушно. Не люблю рыбу. В общем, вообще. Я люблю морепродукты рыбу. Ну, я бы очень хотела попробовать кальмару. Осьминога. Осьминога. Я тоже. Ну, не живого, правда. Да нет, еще живого не хватало. А не живого, правда, говорит. Ты видела, на ютубе блогеры снимают, живого едят. Ну, как можно? Мы же не живодеры. Мы спокойные, обычные хищники. Мирные хищники. Обычные хищники. Да, гуманные хищники. Я бы очень хотела попробовать. Вы знаете, где можно купить осьминога? Мы пожарим его и поедем. В баку обязательно. Пишите в комментариях. Мы бы сняли для вас АСМР. Я кладу их сюда, чтобы мне было удобнее. Так получилось, что я заказала отдельно холодные роллы. И мы так положили, чтобы было красиво. Не надо писать, что Айка жадная все положила перед собой. Это я положила туда успокоиться. Видите, какая должна быть подруга. Никто не жадный, никто не издевается ни над кем. Это все шутки. Мои сестры. Да. У нас общий бюджет. Все хорошо. Ты все равно не пьешь. Сделаем так. Сколько я съела? Я не считала, но потом в процессе монтажа можно посчитать. Во всяком случае, я думаю, что больше меня. Давай, детка, я верю в тебя. Давай, Айка. 50 штук это немного, тем более для тебя, для человека, который за полчаса съел. 56 штук. Айка, покажи свою силу. Ну покажи, что ты тоже на что-то способна, кроме фруктов. Ну давай, фрукты. Вот, кстати, по фруктам я спец. Ой, да ладно, это даже ребенок может съесть. Ты не можешь, ты не проиграл во фруктах. Я могу, просто ты быстро ешь. Алчук, кто выиграл? Черешню два раза кто проиграл? Вот, видишь? Фрукты я могу съесть даже ведро. Нужно жевать 36 раз. Да, сейчас. Ой, эти сушки. Сушки на макушке. О, сушки. Как хочется сейчас холодного напитка. Вода, прошу. Я должна была по дороге купить холодный напиток. Сейчас. Я, конечно же, забыла. Сейчас, конечно. Чего я следую ожидать? Вообще, я в таких вещах сейчас немножко безответственный человек. Фатя сказала, приди в три. Айка пришла во сколько? Пять. Почти. Ну, это обстоятельства. Я по субботам работаю. Она заряжала телефон дома. Как будто бы у меня электричества нет. Телефон зарядить здесь нельзя. Я боялась, что по дороге у меня сядет зарядка. Я останусь без средства связи. Понимаешь? После того, как ты мне сказала, что у тебя 7%, ты еще пошла домой? Нет. Я как раз с 7% пришла сюда. Я не понимаю. Человек работает в офисе. Я не понимаю. Человек работает в офисе. Целый день сидит перед компьютером, куда можно воткнуть USB. Еще у нее есть пауэрбанк самый крутой от Xiaomi, который на 4 раза хватает. При этом она умудряется гулять со 7% зарядки. Ну, я не знаю, почему. Когда у меня телефон находится на зарядке, у меня вот прям мания взять и вытащить. Я люблю, когда я болтаю по телефону, ходить туда-сюда по офису. Так что я такая. Короче, I don't know. У меня вообще-то редкость, чтобы меньше 20% было. Еще у нас сайка и телефон одинаковый. Если следите за нами, то узнаете. Там есть два режима экономии энергии. Один из них суперэкономия энергии. Там даже не работают некоторые программы в этом режиме. Да ладно. То есть, если у тебя чешутся руки, ты хочешь зайти куда-то в программу, потратить зарядку, ты не сможешь просто этого сделать. И очень хорошо экономит энергию. Чуть ли не дополнительно на один день. Как классно. Да. И даже тема бывает черная. Смотрите. Да, да. Да, да. Осталось вот чуть-чуть. Тоже не верится, что 50 штук мы вот так вот и вкусили. Мы, да, мы, да. Конечно. Ну, я помогала. Это мой дом, мои правила. А здесь нет воды. Ешь. Сейчас вылетишь отсюда. А-а-а. Я у тебя в гостях. Точно, я забыла. Все равно вылетишь. Мне понравилось у тебя. Я переезжаю к тебе. Ты не против, я надеюсь? Хотела спеть песенку, а потом вспомнила, что это не то видео. Быстрее словно Анга, но Супрималы. Последняя весна. Я ничего не имею против любителей БМВ, но мой картош на городе это всегда АМГ. Господи, какой она здесь эту шаурму сделала. Давай на лето улетим в Бакуум, в Бакуум. Людям нравится, как я пою. Может, я решу стать певицей. Максимум рэперш. Не стоит, я думаю. Да ладно, ты просто завидуешь. Пишите в комментариях, хотите вы, чтобы Аскфотима стала певицей. Рэперши. Я, если стану певицей, то только рэперши. Что я еще хотела спеть? Упс. Да. Вкусняши. Честно, очень вкусно. Панда. 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 Это вкусно. Я не могу остановиться. И не надо останавливаться. Надо есть до конца. Вот так. Скажи, что это вкусно, Айка. Это вкусно. раз даже айка говорит что это вкусно но настоящий критик еды тебе надо стать ресторанным критиком убирайте свой лук остались только сыра маловато получилось то в этот раз нужно натренированные дамы для нас это семечки семечки грызов подъезде я уже свой рэпчик сочинял вообще надо больше видео снимать про китайскую кухню можно снять корейскую морковку потом лягушку как ты думаешь можно снять видео где мы едем лягушку кажется я как-то ела мне кажется она ела все это блюдо любое заведение в этом справочных бюро пишите 50 штук на было на самом деле очень вкусно спасибо спасибо инстаграму наши инстаграмы будут внизу также здесь обязательно подписывайтесь потому что перед тем как снимать видео мы обязательно спрашиваем вас что нам снять и вообще бывают анонс очень много интересного мы находимся там в режиме онлайн чего нет у нас ведь на ютубе правильно последняя вы тоже заскнешься пожалуйста здесь не было борьбы но все равно с хотима села страшно хотя победила пока я у тебя дома я поснимаю дофига историй все что находится в этой комнате это так интересно у нее целая коллекция парфюмов я вам все это покажу в моем инстаграме покажу даже беспорядок который так что на этом может подходит дальше мы идем творить для инстаграма а мы надеемся что это видео вам понравилось если это было так то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на наши каналы колокольчик все такое она всегда про колокольчик говорит а с вами в лайка эмили и аскватима победительница мукбанков ты всегда побеждаешь сказать пока пока пока